Любим всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, уповая наше, слава Тебе. Слава Церкви, Сына и Святому Духу, и ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Из-за видений огненных язык с небесей, не спаслав и пресвятаго своего Духа на святых своих ученики и апостола Христос и истинный Бог наш. Молитвами причистое своей Матери, из-за всех отца нашего, и анархиеписца по Константинопольскому, Злота Устого, и святых праведных Богов, Отец и Акиман, и всех святых помилуй, ты спасет нас, яко благослови, яко любви. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, whom you could see, whose heart is, и не Snake, и не знает его. Евангелие Тиана, 14 глава. Везде нужны нам дела, а не уверование на словах, потому что говорить и обещать всякому легко, а сделать не так легко. Чему я это сказал? А к тому, что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах, потому-то и ученикам говорил, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Так как Он сказал, если чего попросите, Я то сделаю. 14 глава Теана. То, чтобы не подумали они, что довольно только просить, Он присвокупил, если любите Меня, то есть в этом случае сотворю. А как ученики, услышав, Я к Отцу иду, естественно, пришли в смущение, то Он говорит, что любовь состоит не в этом, не в настоящем смущении, а в поминовении словам Его. Я дал Вам заповедь, чтобы Вы любили друг друга, чтобы Вы так же поступали друг с другом, как Я поступал с Вами. Любовь в том и состоит, чтобы исполнить это и подражать тому, кого любим. Я умолю Отца и даст Вам другого утешителя. Опять речь приспособительная. Так как ученики еще не знали Его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с Ним. Слышать Его речи, видеть Его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения, скорбя Его отшествия. То, что Он говорит, и умолю Отца и даст Вам другого утешителя. То есть иного, такого же, как Я. Когда Он очистил их жертвою, тогда и снизошел Дух Святой. А почему Он не пришел в то время, в то время, года Христос был с ними? Когда Христос был с ними. Потому что не было еще принесена жертва. Когда уже и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление идти на опасности, готовились к борьбе, то она надежала прийти тому, кто укрепляет на подвиге. Для чего же Дух приходит не тотчас по воскресенье? А для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Аминь.